Соловьёв Дмитрий Иванович Вы работаете в науке, и тем более сейчас, когда назначены были директором уникального учреждения, название, которое многие не могут до сих пор назвать. Я вот спрашиваю, почему это так? Оно звучит так. Автономное учреждение Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». А Россия не входит? А Россия «Моя история» это является, значит, это, собственно, федеральный, общий федеральный проект, который лежит в основе, который мы ведём в Республике Саха-Якутия, и мы имеем на то как бы соответствующие права и лицензии. Это в мультимедиа формате, отображённое с помощью таких технических ресурсов, мультимедиа, средств, исторический контент, посвящённый всей истории России с момента образования нашего государства до 2016 года присутствует. Плюс мы, конечно, и каждый регион приложил определённые усилия и внедрил в этот контент, ну, в соответствии с периодами истории России, свой региональный контент, и он у нас достаточно серьёзно там присутствует. Над этим работала большая команда учёных, в первую очередь это Институт гуманитарных исследований, коллеги из университета, значит, из других учреждений. Молодёжь называют по-другому. Я вот спрашиваю там, еду там, разы, смотрю, идут молодёжи, куда идёте, спрашивают. Они это «Россия, моя история», говорят. То есть сам проект стал как бы названием этого, ну, как бы для молодёжи, для людей названием учреждений. Создание этого, вот такого проекта, оно связано с чем связано? Ну, жили же без этого музея как-то так, истории знали. Предтеча, скажем, этого проекта, это, наверное, исследование, исследование, проведённое среди жителей страны, в первую очередь молодёжи, которое показало о том, что вот знание истории нашей страны, оно, в общем-то, довольно фрагментарно, а иногда и удручающе, имеет состояние удручающее. Вот. Школьная программа, конечно, она подразумевает достаточно серьёзное соприкосновение с историей, но, тем не менее, оно, видимо, как-то, ну, не даёт, что ли, такой возможности целостного представления, да, оно очень фрагментированно. Идея этого проекта, она принадлежит председателю Патриаршего совета по культуре Владыке Тихону. Сейчас он митрополит Псковский и Парховский. Первая выставка, которая была им сформулирована и, значит, собственно, создана, это выставка, которая была посвящена 400-летию Дома Романовых, вот, которая была проведена в Манеже, которая посетила, там, ну, за, скажем, где-то месяц, наверное, 250 тысяч человек, да, интерес был очень высок, и вот как раз были применены вот эти вот мультимедиа технологии. Почему мультимедиа технологии? Потому что мы сейчас все видим и понимаем, что молодёжь, дети, школьники, они как-то получают информацию уже немножко из других источников, да, вот им интереснее получать информацию из гаджетов, там. Визуальное такое. Да, вот, из каких-то интерактивов, вот, в какой-то такой форме, которая им интересна и понятна. И вот такой проект, он был осуществлён, был очень успешным, и, видимо, впоследствии, вот, родилась идея, этот проект, раздвинуть его рамки до границ, значит, нашей истории, нашего государства. Вот, и была рождена идея создания вот таких вот мультимедиа выставок не только в Москве, а по всей стране. Вот этот проект по замыслу охватил для начала 25 регионов. Преимущественно города с миллионным населением, с достаточно крупным населением, куда, может быть, мы и не должны были попасть. Потому что у нас очень территориально разобщённая, у нас, как бы, республика, и в столице проживает 350 тысяч человек. Тем не менее, по инициативе руководства республики, такой проект был реализован. Основная идея воспитания патриотизма, исторический патриотизм. История же может вызвать и непатриотизм, особенно в последнее время истории России по-разному трактует. Предоставляется возможность человеку самому задуматься об истории своей страны, через что она прошла, через какие, скажем, взлёты и падения, для того, чтобы самому анализировать те или иные явления. Вот там нет какой-то, скажем, давления, какой-то идеологии. Всё-таки история – это всегда трактовка, да? Трактовка. Если к это серьёзно отнестись, трактует тот или иной историк, те или иные события трактуют там. Великую победу, значит, американцы трактуют по-другому там. То есть всё-таки трактовка. Как можно обойти нетенденциозностью? Где-то контент, да, контент, который сформулирован, значит, научным сообществом, естественно, передовыми институтами, это, значит, институты истории Ирана, МГУ, РГГУ, вот, Санкт-Петербургские вузы. В общем, это элиты исторической науки, можно сказать так, да, которое представляет собой экспертное сообщество, и вот на основе вот этого выработанного и утверждённого историко-культурного стандарта, вот, уже в современной России, да, конечно, вот этот историко-культурный стандарт, он на его основе это и создан. Ну, я так-то не вникал там, но я прошёл по павильонам, и вот мне тоже показалось, что что-то там правильный интонация, то есть правильный, как бы, угол зрения принят. Вот, как вы говорите, сам зритель, сам посетитель выбирает, то есть и кровавые моменты истории, и смута там представлены. Да, 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 идеологические наносы, скажем, прошлого, да, которые присутствовали в советское время, они, как бы, они, ну, объективно подлежали устранению, потому что это именно идеологемы, да, вот, и, как вы заметили уже в этом контенте, в этой истории присутствуют такие непростые страницы нашей истории. Да. Вот, это, значит, и гонение на церковь, это и, значит, там, и продразвёрстка, репрессии, да, и гулаг. Да, и революция. Да, и сложные моменты нашей истории связаны с волей современной уже её частью, да, это переломный момент лихих 90-х, вот, это гражданская война, вот, это Первая мировая война, это смута. Историки, которые участвовали вот в этом процессе под руководством владыки Тихона, или с его участием, скорее, вот они, так сказать, попытались вот в этом таком масштабном труде передать вот именно историю максимально объективную. Вот, Дмитрий Иванович, вот я, я хочу, вот, например, сегодня пойти в музей тогда. Вы, как директор этого, ещё раз говорю, уникального и очень хорошо работающего музея, сейчас я знаю, кстати, очень много же посетителей, да, за эти годы сколько вот народу-то было? Так, ну, у нас за 18-й год нас посетило 112 тысяч человек, вот, за 19-й год нас посетило 109 тысяч человек. Вот я хочу, вот, пойти в музей, да, вот вы, как директор, куда посоветуете, какой павильон? У меня времени мало, времени мало. Ну, в принципе, я бы посоветовал, наверное, пройти такую обзорную экскурсию. Начинается обзорная. Для первого раза, да. То есть пройтись по всем. У нас есть экскурсоводы дипломированные, в том числе кандидаты наук. Обзорная экскурсия, она даёт сразу, как бы, в общее представление об этом музейном комплексе и вот об этой мультимедиа-экспозиции. А вот уже потом, скажем, когда у вас будете располагать временем, большим временем для того, чтобы там с семьёй, с детьми, с внуками прийти, да, кому, скажем, что интересно. Вот дети, у нас в мультимедиа какие-то ресурсы интересуют, там, векторины, да, вот игровые какие-то моменты, да. Более старшего поколения, конечно, это более вдумчивое, так сказать, это по своей сути, да, поколение, которое вот анализирует очень дотошную информацию. Вот, и, конечно, какой период интересует, уже каждый сам для себя определяет. Я вот сейчас прошу, и так, я захожу туда и прихожу к своему портрету, где там крупно сделан, и там написана фраза, которая, ну, я какое-то интервью дал, что мы создали уникальный стадионный театр, и долго стою перед портретом, думаю, кто выбрал-то именно эту фотографию, именно эту фразу, да. Потом я понял, что это правильно выбрали, то есть кто-то, можно же было промоить театральную деятельность, ну, кое-что там сделать, а тут, значит, висит вот этот, отдельный, то есть я заметил в этом какой-то правильный отбор, правильный отбор. Имеется в виду все, то есть отбор как делал, все-таки история же огромная, все в якутском выражении в одном рукавице невозможно все охватить там. Ну, вот у нас работала целая творческая группа над разработкой региональной составляющей истории, и, значит, там у нас было техническое задание, ну, чтобы это было соотносимо, как бы, с подачей федерального проекта. Это цитаты, это, значит, биографии выдающихся деятелей и, значит, собственно, статьи, которые складывались какие-то общие темы, диорамы, так называемые. Ну, методика была своя, методика. Да, обязательно. Вот смотрите, ну, теперь главный вопрос, которым мы вот с вами каждый раз, когда посещаем музей, это я понимаю, этот вопрос, когда же будет экспозиция, связанная с историей или с историей Якутии, или уже этого экспозиции не будет, или как, в каком состоянии это? Действительно, этот вопрос ставился изначально при проектировке этого музея, музейного комплекса. Огромное помещение было выделено, тысяча квадратных метров под создание этого мультимедиа-музея. Но начав нашу работу, вот мы ощутили огромный спрос на проведение вот мероприятий, да, самого различного рода, просветительских, культурных, каких-то крупных общественных мероприятий, да, вот, и вместе с тем мы ставили вопрос перед правительством, и все об этом знают, я докладывал сам на заседании по развитию музейного дела в правительстве, все-таки это требует достаточно значительных средств, тем более использование мультимедиа-ресурсов, да, это как бы не только, собственно, вот компьютеры, это застройка, это еще работа большой команды, значит, специалистов, компьютерных дизайнеров, художников, вот, и других специалистов. К сожалению, пока, вот, я могу сказать, что вот такую работу мы самостоятельно, к сожалению, пока в республике... Не можем пока одолеть. Наверное, пока не можем одолеть. И вот с нашими коллегами из фонда гуманитарных проектов, который является правообладателем нашей вот этой экспозиции, мы это проговаривали, этот проект мы продумывали, примерный тематический план у нас есть, какие средства должны быть использованы, и эта сумма, конечно, вышла достаточно большая. Вот. Поэтому мы, тем не менее, считаем своей задачей этот проект обязательно осуществить, но, вероятно, он будет осуществлен в несколько более узком масштабе, я имею в виду, не вот на всей это, не на всем этом пространстве, да, а в рамках одной из экспозиций. Дело в том, что вот эти экспозиции, почему они еще в мультимедиа формате? Это очень удобно для того, чтобы по всей стране одномоментно можно было заменить, скажем, на какой-то период выставку. Скажем, вот вы, наверное, слышали, была такая выставка тоже в Манеже, значит, Россия, устремленная в будущее. Так, да. Вот. Потом сейчас, это я уже немножко забегая вперед, может быть, скажу, что мы к 70-летию победы в рамках федерального проекта хотим осуществить выставку «Память поколений». Это тоже будет вот заменен одномоментно контент в части, скажем, это вторая половина 20-го века, да. И вот мы хотим вот проект, посвященный истории Якутии за последние сто с лишним лет, вот в таком формате осуществить. Да, Дмитрий, вот вы проводите, я знаю этот зал, который планировал с тысячей квадратных метров, вы проводите разные интерактивные, разные там мероприятия, там и дети поют, и форумы проходят. Это очень важно, это интересно, и оно дает музею еще больше посетителей, туда тянет, я знаю. Вот. Ну, теперь, значит, хотя вы говорите, что музей это идеологически не ангажирован, но все равно же воспитание патриотизма же это идеология, то есть знание истории это патриотизм, патриотизм же, знание истории. Естественно. И вот вы сказали о том, что вот меняться будет так, да, то есть все равно должно работать на идеологии государства. Ну, я думаю, что любое государство заинтересовано, в высшей степени заинтересовано в том, чтобы, значит, нарастающие поколения, молодые поколения, значит, были патриотами своей страны, это очевидно. И знали историю. Да. А на чем, как бы, этот патриотизм может быть основан? Ну, естественно, это очень важный фактор, это образованность, да, человека, это знание, вот, знание не только своей малой родины, да, это страны, это совершенно очевидно, вот, вот, и поэтому знание, знание своей культуры, да, своих традиций, вот, вот формирует вот такую целостную личность, которая, как бы, способна разделить со своей страной, со своим народом, я думаю, вот, какие-то, какие-то важные моменты. Хорошо. Я был недавно на заседании Попетительского совета Русского географического общества Якутского отделения. Какой масштаб этот? Ну, хотя я знал это, естественно, я знал-то, но я еще раз учусь о том, масштаб той деятельности, которым вы заняты. Вы же исполнительный директор Якутского отделения Русского географического общества. Русского географического, императорского общества тогда. Ну, называлось императорское. Да, раньше оно было императорским в царское время, в советское время это было географическое общество, значит, Советского Союза, вот, и оно в основном функционировало в недрах Академии наук СССР, вот, ну, действительно, все-таки территория республики, она огромная, вот, это практически, там, 18% территории нашей страны, естественно. Географии очень много, да? Да, очень-очень разнообразная она во всех отношениях, вот, это и горы, и пустыни, и арктические острова, значит, и океаны, значит, и зона лесов, и, значит, и реки, и озера, ну, в общем, ледники и так далее, мерзлота. Все это, конечно, требует изучения, у нас много энтузиастов, которые любят свой край, вот, в том числе, вот, наше общество объединяет вот таких людей. Оно, конечно, несколько трансформировалось, да, вот, в 2010 году прошел съезд Русского географического общества, на котором, кстати, были избраны президентом Сергея Кургогеновича Шойгу, министр обороны, вот. И председателем попечительского совета стал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С этого момента, в общем-то, эта организация, как бы, переродилась, обрела новое дыхание, да? То есть, скажем, направления деятельности были расширены, то есть, тут уже речь шла о привлечении, там, молодежи, школьников, вот, в изучении географии, истории, культуры, в том числе, вот, своего края. Вот, медиа-проекты появились, появились гранты Русского географического общества, появился попечительский совет, штаб-квартиры, не только в Санкт-Петербурге, в Москве появилась большая штаб-квартира, вот, появились международные, межрегиональные проекты, значит, географические смены в лагерях Океан, там, Артек и так далее, и так далее. Очень много интересных проектов, появились экологические смены на острове Гогланд, или на острове Матуа, вот, в Тихом океане, очень интересные проекты. Допустим, у нас был реализован проект «Плавучий университет на реке Лена», до этого такие же проекты, вот, в Арктическом, в Архангельске и во Владивостоке были. Вот самое главное в этом, в Якутском отделении, конечно, это наша республика родная, и не только республика, как вы сказали, а еще и, так же, знание, знание своей, как бы, родины, да, не только природной, но она же связана с историей же, освоением Сибири, Дальнего Востока. Конечно. Вот, среди наших членов есть и историки, скажем, и доктора, и ученые, и есть и чиновники, есть и журналисты, есть и студенты, которые разрабатывают и реализуют самые разные проекты. А молодежи, это интересно? Молодежи, это очень интересно. У нас в последние годы буквально вот бум интереса молодежи к деятельности Русского географического общества. А вот что их привлекает? Ну, знание всегда привлекает, но вот что нового привлекает их так, что я вот заметил там молодой человек, у него здорово, ясно, с большим энтузиазмом, с патриотической интонацией, он четко все понимает. Молодежь у нас очень активная, и когда у молодежи есть возможность реализовать как-то себя, вот эта инициативная молодежь, она как бы и стремится это сделать. То есть вот мы даем, как бы, можно сказать, небольшой, русское географическое общество, я имею в виду, дает такую возможность реализовать свои проекты. Энергии у молодежи много, они у нас практически сейчас отвечают, если раньше мы сами проводили там большой географический фестиваль, большой географический диктант, который уже стал международной образовательной акцией. Там акции, посвященные там экологические, скажем, по сбору, там, значит, очистки озер, там, каких-то участков территории, какие-то, значит, активные, ну, активности с детьми, со школами, они все это взяли на себя. Вот, они проводят туристические слеты, приобщают детей из школ, то есть проводят, скажем, какие-то мероприятия, связанные там с выживанием в естественной среде, там, обучению каким-то азам, пребывание на природе. Покорение холода, так, я заметил. Покорители холода вы имеете. Вот этот проект, который сейчас стартовал, вот он, кстати, обсуждался, вот один из членов нашего отделения, вот он такой проект предложил, который был поддержан и правительством, и руководством республики, и в том числе русским географическим обществом, и под гидой русского географического общества, вот сейчас этот проект реализуется у нас. Я вот в день, ну, как в день государственности, когда мы в Триумфе делали представление, назвали там свет над Арктикой, там почти полный зал, 4 тысячи, в основном это молодежь, студенты сидят, да. И вот когда глава республики в своем выступлении, он сказал о том, что мы хранители холода, так, весь зрительный зал бурными аплодисментами встретил эту фразу, мы хранители холода. То есть это, вот это, что-то там очень важное за этим, за этим аплодисментом, за этим пониманием, о чем он говорит, это, видимо, связано с тем, что это с Арктикой, да, мы люди севера, то есть, если, ну, как, поговорить про географическое общество, то есть география же, наша география, наш климат же, это самая холодная страна в мире, мы храним холод, да, чтобы планета не расплылась по... Ну да, совершенно верно. А вот такое, какое-то направление такие прорабатывается, с тем, чтобы не просто еще и проводить какие-то мероприятия, а сама философия этого географического общества. Ну, философия, понятно, если стоит главный человек страны и министр обороны, то есть география тоже оборона, геополитика, геоэкономика. А вот геокультурном плане, геокультурном плане, вот из ваших проектов, мне показалось, что там что-то не хватает, хотя с культурой связано, я посмотрел, но вот с геокультурного плана, то есть идентификация такая геокультурная. Ну, может быть, так глобально я еще как бы не задумывался, но я думаю, что вот проект, связанный с покорителем холода, или вот то, что наше аймеконское отделение реализует фестиваль «Полюс холода», то, что у нас, значит, передается вот символ полюса холода, который потом путешествует по стране и так далее, это тоже уже в каком-то смысле такая… Там идентификация такая, географическая идентификация. Да, то есть это работает вот на наш и на имидж, и на популяризацию республики, и он действительно успешный такой, успешно, скажем, в имиджевой политике республики этот процесс движется. И вот как раз «Покорители холода» сейчас, он очень четко укладывается вот в развитии в Якутии как центра притяжения людей, которые ищут себя вот в каких-то таких интересных экспедициях, поисках. Ставил спектакль в Русском театре про Прончичевых, про Василия, Мария, там, ну, ее звали Татьяна, она Прончичева, да, Мария, и с Русским театром. И вот эта вся история как бы создания границ Российской империи, они же военные географы там, ну, то есть они географические, как бы берег, они, как называется, по берегу Ледовитого океана. И мне это показалось, что сама, вот сама потребность, востребованность человеке, освоение пространств и осмысление, географическое осмысление своей родины, оказывается, это же как воздух необходим человеку. Вот у Вас много, много энтузиастов, путешественников, да. Вот я понял, что с Вами работают интересные люди, путешественники. Понятно, от республики, от разных регионов России. Ну, начиная от Челенгарова, там, да, Челенгаров, сейчас кто он, Челенгар? Он бит. Челенгаров сейчас является, значит, специальным представителем президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике. В Арктике, да. А вот наши путешественники, вот я фамилии там прочитал, Арбугаев там, да, еще, на самом деле для якутов это, живя на огромном пространстве, 3 миллиона квадратных километра, они, это потребность была, также потребность путешествовать, доехать, дойти. А в моем, я сейчас сразу начну про Алан-Хо говорить вам, да, в Алан-Хо же там само путешествие, освоение пространств, географии, там четко все нарисовано, написано, спето. Ну, я думаю, что вот это стремление к открытию новых просторов у нашего народа буквально в крови, вот, потому что освоить, ну, небольшому народу, можно сказать, да, за очень ограниченное время площадь, которая превышала, наверное, в то время территорию современной Якутии, да, это там, скажем, 4 миллиона квадратных километров за 100 лет, вот, когда сформировался, собственно, наш этнос, это же за 100 лет он занял такую огромную территорию, причем сохранил и культуру, и, значит, скотоводство, язык, традиционные промыслы, значит, и кузнечное мастерство, и ювелирное, значит, да, вот в этом плане. Владимир Владимирович, вот, я вот сейчас работаю над произведением Кулаковского, сон шамана, и, поэтому я еще раз заново читаю, путешествие Кулаковского, это один из первых ваших членов географического общества, так, потом ксенофонтов там, и недавно, вот, мне энтузиасты рассказали историю о том, как он в Верхневилюйском районе, в Улусе, в деревне Умхой, потом в Аймеконе, и еще, значит, третье в Чурапче там, да, он поставил три, по три Сергея, назвал так, и когда на карте вдруг посмотрели, оказалось, что это равнобедренный треугольник, так, то есть географически, но он по путешествию Кулаковского известный, он, это было его, как бы, одно из главнейших этих качеств, он доходил до самого Уголков-то, то есть в этом плане тоже, мне думают, что, может быть, и это путешествие Кулаковского, как-то, поскольку это связано, вот, как вы правильно говорите, и с историей, и с языком, и философией, это не зря он путешествовал, не просто так, не просто он это проводил, эти долгие экспедиции такие, да, то есть, может быть, в географическом обществе просмотреть экспедиции фольклористов, начиная там от первых, там, самых знаменитых, там, которые по языку, по фольклору занимают, он же связан с географией тоже, вот, мое предложение прямо при эфире, глава же дал поручение, чтобы до 20-го мы внесли свои какие-то проекты. Да, мы ждем, мы ждем эти предложения, и, значит, мне кажется, это предложение очень даже и важное, и нужное, давайте мы продумаем с нашими коллегами, с членами нашего отделения, организуем вот такие, ну, дадим старт таким экспедициям. Так, вот, вот ваша деятельность, и музейная такая, хотя это, это тоже политика, идеология, история, так, да, а еще вот как географическое общество, ну, взаимосвязанное, очень взаимодополняет, но мне думается, что зрителям будет интересно, да, вот сидит очень интеллигентный, такой образованный, нацеленный человек, да, перед камерой, и они же хотят узнать, откуда ты родом. Вот на якутском языке это, откуда ты родом, кем ты рожден, и в чем смысл твоей жизни, так, ну, в эпосе говорится. Вот, интересно было бы, каким, откуда вы родом, прямо прямо, откуда родом. Ну, родился я в Якутске, в городе Якутске, да, моя мама, Галина Авсентьевна Морденова, филолог, которая более 50 лет проработала в университете, на филологическом факультете, вот, более известен, наверное, мой дед, Авсентьевна Морденова, философ, да. Великий человек страны Якутска, да не только в российском, а в мировом масштабе. Ну, вот, философы говорят, что он один из, наверное, немногих философов вообще за Уралом. Да, да, да. Вот, вот, ну, он принимал непосредственное участие в создании Якутского государственного университета, вот, и руководил им в течение ряда лет, вот. Фамилия у меня из Алданского Улуса. Алданский Улус. Алданский Улус. Алданский Улус. Район, Алданский Улус. Да, да, да. Или Улус он еще? Район, район, район. Район, да. Да, да, да. Поселок Кутана. Кутана, о-о-о-о. Да, там половина поселка Соловьевы, половина Мартыновы. Да, да, да. Все они родственники. Да, да. Вот. Так получилось, так распорядилась судьба. Вот. У меня отец оттуда, вот, и фамилия вот такая. Я очень горжусь тем, что я вот узнал таких людей, вот, в Кутане, в далекое, это, наверное, в основном венки, вот, жители тайги. Вот это у них тоже очень интересная философия жизни. Вот это совершенно умопомрачительная, да, природа. Вот, по целой истории. Да, это такие дремучие леса. Да. Горные реки. И что же сохраненность культуры, вот, это уникальная культура. Да, вот, к сожалению, там, значит, алинеотческая культура тоже была присутствовала. Да, да. Мне кажется, вот, в этом плане определенный упадок. Уходящий. Да. Но народ, уходя, все равно завещает культуру. Все равно это осталось. В генах, в генах есть что, да. Есть на что опираться в генах. Дмитрий Ильич, значит, наша передача, ну, называется, вот, в котором вы участвуете, элите. Элите, ну, страна, народ, государство. То есть это тюркское такое слово. И в то же время он не только многие. А и, это обод, там, ну, по-якутски вы знаете. Ид, это воспитатель, элит, это. Ну, как бы претендует на то, что вот, как бы элита, так, да, элита, так. Но это на самом деле, я специально вот назвал так, тем, чтобы разговаривать с людьми, которые, вот, как раз для народа, для государства, для страны, вносят свою очень явную, определенную, очень серьезную лепту, так. Я вот отношу вас к таким людям. И в завершении передачи принято традиционно, вот, вы показываете в своей книге. Эта книга, которую написал Сергей Владимирович Обручев, это действительно уникальный человек, но вообще, вот, комплексная экспедиция по изучению производительных сил Якутии, которая, вот, была под руководством, можно сказать, по инициативе Максима Кировича Амосова организована, она, вот, вовлекала в себя лучшие умы России в тех времен. Академиков, член-корреспондентов, которые просто фундаментальный вклад в науку вносили. Это комплексно, все было охлаждено. Да, да, да. И, в общем-то, и сегодняшний научный центр, и, наверное, и университет, несомненно, вот, они, в принципе, где-то, вот, их предпечи, да, вот эти вот исследования, которые проведены. Поэтому я с удовольствием вам дарю эту книгу, которая была переиздана, вот, вместе с фондом Обручева, Татьяна Сергеевна Обручева, это его дочь, она проживает в Санкт-Петербурге, вот, и Аймекон. Ну, большая знаменитый исследователь там. Да, аймеконцы тоже в этом участвовали. Аймеконское отделение и вообще администрация Аймеконского улса. Это книга Семена Егоровича Мастахова. Так. Семен Егорович Мастахов, председатель отделения нашего русского географического общества по, значит, по конец 80-х годов. Вот. Он был заведующим кафедрой географии Ягу. История географии. Да. И считается, вот, одним из самых наших гуру географии Якутии. И, кстати, нужно сказать, что, вот, самая высшая награда нашего отделения, это премия Мастахова, она как раз и история Якутии. История Якутии. Это мы совместно с Гоголевым Анатолием Игнатьевичем, да, переиздали эту книгу. Хорошо. А я хочу вот вручить эту книгу «Путь республик Сахай-Якутия» на память и с благодарностью за участие в нашей передаче «Элита». Продолжение следует...